Итак, как я говорил, если где-то какая-то боль, есть очень много различных вариантов, например, подушечки различные, я грею тоже, которые тоже можно потом прикладывать на суставы, на спину везде и много-много другого. То есть, что еще очень важно? Значит, еще повторим, да, коротко повторение мать учения. Первое, значит, что мне очень сильно хорошо помогает, это холодная вода. Холодная вода, она снимает напряжение. Горячая сауна тоже очень хорошо помогает, конечно. Потом, например, физические упражнения, достаточно сна, хорошее питание, массажеры самые различные, потом чередование холодного и горячего, что связано с различными массажами или различными подушечками, да, есть такие для нагревания, есть холодные подушечки, которые с холодильника берешь, например, если где-то чувствуешь какое-то напряжение на глазах, да, можно на глаза маски есть, тоже специально, в других видеороликах расскажу и много-многое другое. То есть, способов снятия напряжения очень-очень много. Ну и, конечно, самый главный способ снимания напряжения – это наша установка к жизни, да. То есть, мы должны быть положительно настроены на эту жизнь. Хотя в этой жизни очень много проблем есть, но мы, тем не менее, должны концентрироваться на каких-то положительных вещах, а не на отрицательных, да. То есть, каждый из нас должен определиться, что он в своей жизни может делать лучше всего, то, что ему дает хорошие результаты и окружающим его людям, и стараться этому придерживаться всю жизнь. Старинная китайская мудрость гласит, если ты получил очень ценный дар, то обязан возвращать это благо многократно умноженным. То есть, если вы что-то можете делать, то вы можете это возвращать многократно умноженным. То, что исходит от нас, возвращается к нам. То есть, если мы сеем добро, мы и потом пожнем урожай добра. И тот человек, который знает, например, что для него важно в жизни, он концентрируется на своей цели, а не старается подстроиться под цели других людей. То есть, вы должны, у вас, у каждого есть свое предназначение, своя какая-то цель, и вы должны стараться, чтобы у вас особо так никто не сбивал с этой цели. Особенно цели, конечно, должны быть благородными, хорошими. Цель, например, может быть даже такая, что, скажем, сохранить свое здоровье. Увидеть, например, внуков, правнуков и так далее, и тому подобное. То есть, быть здоровым, это сегодня, знаете, это очень благородная цель. Благородная цель – постараться сохранить свое тело здоровым. Вот поставьте себе такую цель, да. Не может быть даже не материальную цель, как некоторые ставят себе цель. Там новая машина, новый дом и все прочее. Если не достигнете этой цели, вы можете быть разочарованы. Но, например, цель привести свое здоровье в порядок, это зависит почти только от вас, скажем, на 99%. Поэтому есть для этого очень много литературы, есть для этого очень много фильмов, да. И также у вас для этого есть я. Вы можете мне в любое время позвонить, и я поделюсь с вами самыми-самыми такими секретными способами сохранения здоровья, которые я сам лично применяю в своей жизни и прекрасно себя чувствую. Прекрасно себя чувствую. Значит, на этом хочу я закончить этот ролик. Жду ваших звонков. Я охотно буду консультировать вас, если вы будете обращаться ко мне по самым различным вопросам. Обращайтесь по самым различным вопросам. Раздавайте мой телефон всем направо и налево. То есть всем без исключения. Может быть, чтобы как-то вам легче было запомнить меня и мою фамилию, потому что в Германии 80 миллионов человек, да, или по всему миру вообще 8 миллиардов. Но меня вы можете очень легко запомнить, да. Меня зовут Виктор Балет. У нас в детстве был такой доктор Айболит. Очень классная сказка. Меня она всегда фасцинировала, да, как этот добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, и он помогал всем животным, да. И все к нему бежали. А, и лиса, и зайчики, и волки, и все-все-все-все-все-все. И в Африку, и куда только его не вызывали, да. Так вот, запомните, меня зовут Виктор Балет, как доктор Айболит, да. Рассказывайте всем, раздавайте мой телефон. Пусть люди звонят. И, естественно, вам за каждую рекомендацию я буду стараться тоже делать подарки. Если кому-то забыл я подарить подарок, то, пожалуйста, позвоните, я вам обязательно это сделаю, да, потому что я тоже несовершенный. Может быть, кого-то как-то обидел, забыл выслать подарок, да. Если я это забыл сделать, пожалуйста, позвоните и скажите, вот тогда-то, тогда-то я порекомендовал такого-то клиента, а вы вот про меня забыли, да. Я обязательно скажу, о, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Ребята, давайте жить дружно. Я обязательно вышлю вам подарок. И, может быть, даже два подарка, да, потому что я забыл выслать тот подарок. Итак, давайте сотрудничать, давайте дружить. И желаю вам всего самого-самого наилучшего. Конечно, я могу сейчас вам еще три часа здесь рассказывать про все на свете, да, что я делаю и стараюсь как-то где-то применять в своей жизни. Но об этом в других роликах, и поэтому просьба такая, да. Пожалуйста, запишитесь на мой канал, запишитесь. Вам это ровным счетом ничего не стоит, а мне приятно, да, когда у меня количество подписчиков растет. Итак, просто кликните, абониром, то есть подписаться, ровно три секунды, и вы сделали что-то хорошее для меня. Итак, с вами был Виктор Балет. Пока-пока, жду ваших звонков и писем. Чествую.